Сегодня мы поговорим о страхе. Название проповеди «Как освободиться от страхов и волнения». Искренне говоря, до того, как я размышлял над этой темой, на самом деле проповедь должна была быть о другом. И я говорил, что будет проповедь на другую тему, о книге Исаии, которая называется «Кто пойдет? Кого мне послать и кто пойдет для нас?». Но когда я сел, чтобы сделать заметки, не знаю, на мысль пришло что-то другое. Другая тема. Есть место в Библии, и мы еще вернемся к этой теме. Это в пророчестве Исаии, где говорится «И слышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?». И эта проповедь должна была начаться о том, что Бог не дал нам духа боязни, но силой любви и целомудрия. Силой любви и целомудрия. И читал эти места Писания, я поменял тему на тему страха и как от него освободиться. Библия говорит, Бог не дал нам духа боязни, но в наше время много людей находятся под воздействием или влиянием страха. Люди боятся разных страхов. Боятся, что будет со страной, что будет завтра, будем ли иметь средства на пропитание, боятся за детей, боятся за их здоровье, боятся служить Богу за свое... Есть люди, которые боятся идти в церковь. Есть люди, очень многие, которые боятся умереть. Боятся. Есть разные виды страхов, но мы знаем, что что такое страх. Бывало в вашей жизни, когда у вас был страх? Конечно. Есть ли на земле человек, который не боялся? Может, есть такой человек, который ничего не боится. Но я не знаю такого человека. Но знаете, что интересно? Нам кажется, что мы знаем, что такое страх. Но у каждого человека страх ассоциируется с собственным опытом. Я открыл слова, чтобы посмотреть, о чем там говорится. И там было написано. Это душевная, сильная тревога, беспокойство, когда внутри человека все переворачивается. И приходит переживание от какой-то опасности. Настоящие или кажущиеся. И все бурлит внутри. Кто-то садился на самолет. Когда ты садишься, если даже ты бесстрашный, но когда он на высоте 10 километров и начинает трясти, что ты слышишь скрип металла, несмотря ни на что, начинаешь бояться. Есть разные страхи, но они отличаются друг от друга. И с самого начала мы должны их различать. Если ты стоишь и позади тебя что-то взрывается, несмотря ни на что, ты переживаешь страх. И это естественно. И если ты не пугаешься, или, например, одна собака, большая собака нападает на тебя, атакует, и если ты не испытываешь страх, значит, что-то не то с тобой. Мы не будем говорить об этом в виде страха. Это естественная реакция и осторожность. И человек должен проявлять осторожность. И это нормально. Но есть болезненный страх. Есть страх, и он как бы давит, это как груз, который давит на тебя. Вот представьте, очень нормальное, здоровые люди имеют страхи, от которых надо освободиться. Как освободиться от этих страхов, которые провоцируют тревогу, которые провоцируют мучения в жизни человека, которые ведут человека к самоизоляции. Знаете, что страх делает с человеком? Он делает его слабым. Доктора говорят, когда много болезней приходит от страха, страх приводит к разрушению отношений, даже ведет к душевным расстройствам, отклонениям. Страх — это тяжелый груз, который человек несет на своих плечах. И очень трудно жить с таким грузом. Кто испытывал страх в своих жизнях, они будут знать, что с этим очень трудно жить. Но есть добрая весть. Бог приготовил путь, чтобы ты освободился от своих страхов и беспокойств. Посмотрим Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29 стиха, очень известные стихи. Матфея, 11 глава, 28-29 стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эти слова Иисуса сейчас звучат для тех, кто сейчас носит груз и бремя на своих плечах. Любой страх, который не является естественным, или нормальным страхом, и он давит на тебя. Случаи могут быть разные. Есть случаи в моей пастырской практике, в детстве. В пятилетнем возрасте маленькая девочка испугалась от чего-то. И сейчас, в пятидесятилетнем возрасте, и этот страх угнетает ее. Это ненормально. Иисус говорит, «Придите ко мне, придите ко мне, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус говорит, «Возьму ваше бремя с вашего плеча». Если это бремя называется страхом, Иисус говорит сейчас, «Приди ко мне, и я твой страх заберу с твоего плеча, и он тебя не будет обременять». Как освободиться? Иисус четко говорит, «Придите ко мне». Знаете, когда идут люди, куда идут люди во время страха? Идут к гадалкам, бабкам-шептуням, и разным экстрасенсам, делающим обряды какие-то, которые занимаются колдовством и прочим. И здесь можно употребить это слово демоническим местам, потому что эти люди делают их дела с помощью демонических бесовских сил. Люди обращаются к кому угодно, но не к Богу. Давайте прочитаем Исаии 41 глава 13 стих, пророчество Исаии 41. 1 глава 13 стих. «Ибо я, Господь Бог твой, держи тебя, держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Сейчас, кто помогает во время страха? Только Бог. Знаете, боязнь связана внутренне с душой, но есть тот истинный исцелитель души, и это только и только Бог. И говорит, «Я буду помогать тебе, не бойся». Ну, к сожалению, кроме Бога, есть еще кто-то, который хочет притвориться помощником, и это лжец, говорящий неправду с давних времен. «Отец», как говорит Иисус, «Отец лжи», которого имя сатана. И, как говорит Библия, «вор, лжец, обманщик», который приходит для того, для чего? Библия говорит, что Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Знаете, продолжение этого стиха написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава 10 стиха. «Вот приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Но Господь Иисус, когда пришел, говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели жизнь с избытком». «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Сейчас две вещи. «Я пришел, и вор-обманщик пришел». Кого мы позволяем зайти в наш дом? И все мы, конечно, скажем, «Господа». Сейчас. Одно место посмотрим. Третье откровение, 3 глава, 20 стих. «Се, стою в двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, и отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». Господь стучит в дверь. Не так, что ты говоришь, «Приди, и он придет». Он говорит, «Я пришел и стучу». Как открыть дверь? Как вы думаете, как открыть дверь, когда стучит Господь? Евангелие от Иоанна 20.31. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера имели жизнь во имя Его». Знаете, как открывается дверь? Если незнакомец стучит в дверь ночью, что вы спрашиваете? Кто стучит? Да? Вы спрашиваете, кто стучит. И вот человек говорит, вот незнакомый голос, который стучит. И вы спрашиваете, кто? Вы понимаете, что и говорите, что вы слышите незнакомый голос, и вы говорите, «Да, я не верю». Иисус стучит нам в дверь. Как мы открываем дверь? С верой. Веря, если поверим Ему, Его голосу, идем и открываем. Мы понимаем, что вера открывает дверь перед Христом. Аминь. Запомните, запомним это. И давайте прочитаем другое место из Библии и скажу, что я имею в виду. Евангелие от Марка, пятая глава, двадцать второй стих. Очень известное место Писания. Евангелие от Марка, пять двадцать два. Очень известная история. И вот, приходит один из начальников синагоги по имени Йоар, и увидев Его Иисус, и увидев Его Иисуса, падает к ногам Его. И усиленно просит Его, говоря, «Дочь моя, при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Представляете ситуацию? Видели человека, который теряет ребенка? Несовершеннолетнего или младенца. Неважно, какого возраста. Когда родители теряют ребенка, это очень трудно. Мы можем просто прочитать эти строки, хочу, чтобы вы представили ситуацию. Иаир являлся начальником. Сравнивая с нашим временем, это очень высокая должность. То есть, в том городе, где он жил, он являлся известной личностью. Он пришел, и знаете, что он сделал? Упал к ногам Иисуса, упал на землю, и пыль, и грязь. И в этом падшем состоянии начал говорить, и сказал, «Дочь моя, при смерти, прошу, приди и возложи на нее руки». «Я верю, что ты положишь руку на нее, она освободится от своей болезни и останется жива». Иисус пошел с ним, и много народа ходило за ним, и теснили его. И тут происходит одна история. Женщина, которая была больна долгие годы, Иисус чувствует, что от него выходит сила, и после разговора с этой женщиной происходит немножко времени. И давайте прочитаем 35 стих. Когда он еще говорил, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». Что еще утверждаешь учителю? Представьте, ему, представьте эту вещь, что услышал отец, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Сейчас, что открывает окна веры перед Иисусом? «Дочь твоя умерла». Вера. Хочу сказать что-то до того, как мы прочитаем следующие стихи. Слушайте внимательно. Страх открывает дверь перед лукавым. Вера открывает дверь перед Христом. Страх открывает дверь перед сатаной. Представляете ситуацию? Иоар имел веру. Пришла весть, и он упал в сомнении. И посмотрим, что за совет дал ему Иисус. Ему и всем боящимся, всем тем, которые хотят освободиться от страховой боязни в ихних жизнях. Это самый правильный совет. Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Иисус знал, что еще немного, и страх откроет дверь перед сатаной. Иоар знал, что слуги не врут. В такой ситуации это было неприемлемо. Иисус тоже знал, что они не врут, но сказал, «Ты перед выбором, если продолжаешь верить или боишься». мы очень часто должны делать по принципу Библии. Страх и смелость это два слова, противоположные друг другу. Или ты трусливый, или ты смелый. В Библии мы видим, что противоположность страху это вера. Если ты хочешь освободиться от страха, Иисус говорит, дает совет, «Не бойся, только веруй». Невозможно станет, невозможное станет возможным, если прочитаем продолжение, то увидим, что Иисус идет и воскрешает мертвую дочь Иоара. Немножко отклонимся от темы, но давайте прочитаем это замечательное место до конца. Марка 5, глава 36, стих. Что говорит Иисус Иоару? «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иоанна, Якова Иоанна, брата Иоакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И Вашот говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла. Что боитесь? Девица не умерла, но спит. И все присутствующие начали смеяться, сказали, потерял разум, но Иисус знал что-то. Страх мешает делам веры. Страх мешает делам веры. И знаете, что Он сделал? И смеялись над Ним, и Он выставил всех вон. И выстав всех берет с собой отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. Иисус прогнал страх из этого дома и взял девицу за руку и говорит ей, «Талифакуми, что значит девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли великое изумление, и Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Бог, который делает невозможное возможно, приготовил путь, чтобы из твоей жизни исчезли все страхи. Не бойся, только веруй. Вера открывает дверь, через которую Бог начинает действовать в наших жизнях. Страх открывает дверь, чтобы уже цивор пришел, украл, убил и погубил. И мы стоим перед выбором, бояться или верить. Думаю, что мы скоро начнем новую серию проповедей на тему присутствия Божия. Божие присутствие на самом деле есть один способ освобождения от страха. Когда ты позволяешь, чтобы Бог пришел в твою жизнь. Не так, чтобы говорил Бог, хочу от меня, чтобы ты меня освободил от страха. Нет, ты должен верно понимать. Когда Бог будет присутствовать в твоей жизни, тебе не надо будет говорить страху отойди. Когда Бог войдет в твою жизнь, там не может быть страха. Как только вера войдет в твою жизнь, страх не может оставаться там. Страх есть враг веры. И вера это лекарство от страха. Другого пути нету. Хождение, гадание, языческие ритуалы, приворожения и прочее, колдовство и бесовство, это все ложь, ловушки сатаны, которые могут там силы тьмы временно освободить тебя от проблемы, но потом придет проблема еще больше. Десятки и сотни раз. Люди, которые ходят к экстрасенсам, это научный факт и статистика. Можете люди вспомнить Кашпировского, который в 90-е годы в России и сейчас подсчитывают, многие люди, которые исцелились от него, находятся в психбольницах. Но они тогда на самом деле исцелились, но большинство в жизни началось психические расстройства, ужасные психические расстройства. Единственный исцелитель, что исцеляет, потому что любит, это наш Господь Бог. Если есть страх, значит слушай слова Господа. Если только будешь веровать, и ты веруешь, давайте прочитаем некоторые места из Библии, которые укрепляют. Вот это место. Вот я повелеваю тебе, это Иисуса Навина, вот я повелеваю тебе, будь твердор и мужествен, не страшайся, не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ты пойдешь. Эти слова для всех, кто принял Бога как Господа и Спасителя. Для тебя, для тебя Бог есть Господь. Позволь остановиться, спросить тебя еще раз, принял ли ты Бога Господом в твоей жизни. Поверь, если будут стоять на улице, или пойду и зайду в плохое заведение, самое плохое заведение, и буду стоять у входа, например, ночного клуба, и спрошу всех выходящих оттуда, веришь ли ты в Бога, веришь ты, что Бог есть, Господь, Он Господь в своей жизни. Что они ответят? Да, наше, да, конечно. Пока это да ничего не значит, мы должны глубоко понять, что означает Бог есть Господь. Сейчас задам тебе другой вопрос. Ты, слуга Божия, ты можешь показать жизнью, которую ты живешь, и сказать, Господь, вот, я твой слуга, я исполняю твои заповеди, стремлюсь делать все, что по Слову Божьему. Невозможно называть Бога Господом и не быть Его слугой. Но в нашем народе большинство называет Бога Господом и не является слугами или искренними верующими. Бог твой Отец, мы же говорим Отче наш, что на небесах. Вся нация говорит, но является ли Его Сыном на самом деле. И как и на самом деле, и чем это видно? Когда вы смотрите на семью, на отца, на сыновей, когда смотришь на детей, то и внука похожи на отца. Внешне похожи. А ты похож на своего небесного отца? Конечно, внешне не похожи, все люди разные, но с сущностью мы похожи. Наш Отец, что на небесах, ненавидит грех, а ты любишь или ненавидишь грех? Отец, что на небесах, любит всех, даже грешников, прощает, хочет сделать им добро, самых ужасных грешников, любит, хочет им сделать добро, любит пути праведности. Ты похож на небесного отца или нет? Если даже нет, если даже не похож на блудного сына и хочешь быть похожим, стремишься к этому или нет? Ты стремишь ли освободиться от греха? Слушайте внимательно, прочитай это место, Бог является твоим Господом или нет? Если да, то поверь этим словам. Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшайся, и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Будешь тут Бог с тобой? Знаю людей, которые ночью не выходят из дома. Будешь ходить ночью Бог с тобой? Не говорю, что надо испытывать Бога и ходить туда, где явная опасность. Нельзя испытывать Бога, нам надо поступать мудро. сейчас прочитаем одно место из Библии и увидим, что Бог говорит, я не дал духа боязни, а также мудрости и целомудрия, чтобы ты поступал мудро и не глупо. Пророчество Исаии, 41 глава, 10 стих. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя в десницею правды моей. Ты мой сын, я с тобой. Не бойся. Давайте посмотрим Псалом 112. Первое. 8 стихов. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословиться, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. во тьме восходит свет правым, благон и милосерден и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он дает твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, не в вечной памяти будут праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его и не убоится, когда смотрит на врагов своих. Тот человек, кто боится Бога, больше ничего не боится. Хочешь освободиться от страха, сторонитесь и бойтесь делать грех. Хочешь, чтобы страх и боязнь не имели места в твоей жизни, бойтесь неправильного жития перед Богом. Бойтесь того, что если что-то неправильно делаете, даже если есть выгода. Вот твое тело говорит это хорошо, бойтесь делать это, если это неугодно в очах Божьих. Хотите избавиться от страха, бойтесь Бога. Другого пути нет. Только путь веры. Истинно верующий человек боится делать грех. Я боюсь совершать грех, но этот страх, сладкий страх, этот страх не является бременем на моих плечах. Он меня удерживает от делания зла. Он меня удерживает от падания в болото. Это называется сладкий, это просто называется страхом, но на самом деле это не страх, это блаженство. Это называется страхом Божиим. Бойтесь вашего Господа Бога, это самое сладкое чувство, потому что может испытывать человек, потому что страха и ужасаются Бога уже боятся и ужасаются те, которые не живут христианской жизнью. И тот, кто оправдан совершать грех, кто боится совершать грех, он не ужасается от Бога. Он знает, что Отец открывает объятия меже своего сына. И есть одно место Писания, которое написано в Римлянам 8.15. Я не знаю, для кого написаны эти слова в Писании, но надеюсь, что каждый в темных углах своего сердца имеет страхи Прочитаем. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым называется вызываем овочи. Мы оправданы кровью Христа, больше мы не рабы. Раньше были рабами греха. Когда человек раб греха, пока его жизнь не приходит в Христос и не освобождает его, когда человек грешит во время греха, ему приятно. Если грех не будет притягательным, ты его не будешь совершать. но после того, когда он проходит, тебе становится не по себе. От того, что ты совершил. И если ты испытываешь это чувство, но так как ты являешься в плену греха, знаешь, что тебе будет не по себе. но так как ты раб греха, снова делаешь, и это называется рабство. Ты раб своего греха. Грех тебя пытается заманить, поймать. Но в Библии говорится, потому что вы не приняли духа рабства. Сейчас вы имеете духа усыновления. Бог усыновил вас свою семью. Вы Христом, Иисусом Христом усыновлены. И этим мы можем называть Бога Отцом и Господом. Но если ты еще раб греха, мы не можем быть с Господом. И нету такого человека, который еще не грешил. Но слово, вот если ты ходишь, возможно, что твои ноги испачкаются, потому что погода, дорога, и дорога такая, или ты неосторожен падаешь в грязь. Но раб греха, он находится в постоянной грязи и не может выйти оттуда. Понимаем, что праведные могут попасть в грязь, но грешники не могут выйти из этой грязи. Если ты до сих пор сидишь в грязи, Бог пришел, чтобы вытащить тебя из этой грязи, чтобы ты мог принять Духо усыновления, которым скажешь отче наш. Давайте посмотрим. 2 Тимофея 1 глава 7 стих. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силой любви и целомудрия. Силой любви и целомудрия. Можете представить, очень хорошее местописание. Бог не дал Духа боязни и оттуда страх. Откуда страх? Вор вкрался в твой дом и принес страх в твою жизнь. Страх разной боязни, которые сегодня давят на тебя. посмотрим, что написано в Деяниях 5 глава 32 стих. Свидетели дьему и сём мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Если придёт Божие присутствие, страху нечего там делать. делать. И скажу вам, что присутствие Бога на земле происходит с помощью Божьего Святого Духа. Сегодня Бог находится на небе и Сын Одисуи, Одиснуи его, и Божья Троица и одна из Личностей, Святой Дух находится на земле. Если ты призовёшь его в свою жизнь, поверь, никакой страх не будет у тебя присутствовать. Бог не дал нам духа боязни, Бог дал нам духа любви, Бог дал нам духа любви, Бог дал нам духа смелости, Бог дал нам духа бодрости и целомудрия и мудрости. Наши мысли чистые, мы знаем, что это, бодрость, бодрость. Бог не дал нам духа боязни. Прочитаем Псалом 35 14 стиха. Взывают праведные и Господь слышит и от всех скорбей их избавляет. Кто взывает? Те, которые приняли Иисуса в свою жизнь, потому что слово говорит, нету праведника, ни одного, но все, которые примут Иисуса, их грехи прощаются, и они становятся праведными перед Богом. Даже все те, которые в грязи, имеют в виду греховную жизнь, но делают все усилия, чтобы выйти из этой грязи, и искренне говорят, Господь, я хочу освободить эту жизнь, я хочу оставить эту жизнь, я хочу жить другой жизнь, чтобы оно было приятно тебе. Даже если я в грязи. Писание говорит, праведные взывают, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их, и от всех скорбей их избавляет их. В этой же главе, в четвертом стихе говорится, я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Слушайте, мои братья и сестры, просите Бога, и Бог избавит от всех скорбей, страхов и опасностей, и боязней. Молитва избавления от избавления страхов. Когда приходили и просили о молитве для избавления к нам в церковь, что не могу сказать об исцелении, но молитва от страха и боязни. И все люди, которые приходили в церковь нашу и просили о такой молитве, всегда, всегда исцелялись, избавлялись. Очень многие приходили. Я не знаю ни одного случая, что человек приходил, церковь молилась, и церковь молилась за него, и он не избавлялся. Все до сих пор избавлялись. Важное здесь кого вы просите и кто просит. Это очень важно. Кем ты являешься для Бога и какое место занимает занимает господни заповеди господни? Какое твое отношение к Богу? И мы не должны обращаться к Богу, когда надо и забывать о том, к чему Бог нас призывает. Нет, он говорит, церковь есть мое тело. Каково твое отношение к церкви? Держишь ли ты святой день? Святым, седьмой день, святым. Почему ты работаешь в седьмой день, а потом говоришь, у меня нету времени для Господа? А потом, когда ты в трудной ситуации, проблемах и нужде, приходишь, смиряешь себя и говоришь о своих нуждах. Да, конечно, надо приходить и искать Господа. Бог всегда держит свою дверь открытую, а Лукавый тебе посылает мысли и говорит, как ты смеешь идти в церковь и просить Бога о чем-то после того, что ты совершил? Но не слушайте Лукавого. Бог всегда зовет. Бог всегда зовет. Но давайте пора и мы не должны вспоминать Бога только когда нам мы в нужде и в стеснении. Слова Иисуса не бойся только веру. Веруй в Слово Божие, веруй, что Бог сказал. Я с тобой, куда бы ты не пойдешь, веруй, что Иисус говорил. Призывайте Мое имя. И спасетесь. Кто произовет имя Иисуса Христа, тот спасет. В твоих скорбях, нуждеях, в твоих боязнях и страхах призови имя Божие и спасешься. Псалтефи 34, 3 и 4 стихи. Псалтефи 34, глава, 3 и 4 стихи. «Величайте Господа со мною и превознесем имя его вместе». Можете сказать, что значат эти слова? «Величайте Господа». Я призываю сейчас вас. «Величайте Господа». Давайте вместе величить Господа. С первого взгляда кажется, что разговор идет о Боге. Да, но кажется, мы можем величать имя Господа. Как мы можем это делать? Бог измеряет Вселенную своим мизинцем. Все волнения, которые человек, все Вселенные, которые даже человек не видел, Бог измеряет своей ладонью. «Как величать Господа». Да, своей жизнью, которую ты живешь, для соседей, друзей, родственников, коллег на работе, ты можешь величать Господа, чтобы они говорили «Слава Богу!» Как этот человек изменился? Не такой, как раньше. Также можно унижать Господа, когда смотрят на тебя и будут говорить «Это и есть верующий, ходит церковь». Посмотри, что он делает. Давайте вместе величить, величать Господа. И вместе поднимем его, превознесем его. И послушайте продолжение. «Я взыскал Господа, и он услышал меня. От всех опасностей моих избавил меня». Давайте величать имя Господа. Давайте превознесем имя его, когда мне, несмотря ни на что, не за выгодой. Есть человек, который говорит «Вот это я хочу получить от Бога, я готов, хочу, чтобы мои дети имели хорошее будущее, готов принести ягненка в жертву, хочу благополучия семьи и поколений, и готов построить церковь, даже готов построить церковь, чтобы получить благополучие для своей семьи. Это называется бизнес. Вот я сделаю это, а ты мне сделай это. Но Бог говорит другое. Бог говорит «Будь преданным без остатка, пусть твои желания, твои дела будут превознесением моего имени, перед людьми, милостыню или церковь строить. Мы скоро будем делать милостыню и церковь строить. Мы скоро будем строить здание церкви. Будет хорошо, если Бог проговорит сердцу многими, они будут участвовать. Но если участвуют, чтобы Бог им дал взаимное, лучше пусть не участвуют. Но если они поняли, кто является сам Бог, что значит дела Божьи на этой земле, роль церкви на этой земле, если будет помощь в городе Эшмиатсе, им появится прекрасная церковь, где многие найдут и спасут свое спасение. Я точно уверен, все те, кто поучаствует в этом деле, неважно, физически, финансово или другой помощью, неважно. Если не смогут никак помочь, то хотя бы молитвой поучаствуют, будут иметь награду на небесах. И Господь говорит, величайте имя мое и просите меня, я освобожу вас всех опасностей, болезней. Когда придет Дух Господень, все страхи исчезнут. Сейчас говорится, Бог дал Духа Своего всем покорным Ему. если даже ты говоришь иными языками, это еще не значит, что ты в Дух Господень вас. Да, это дар от Бога, но я видел человека, который говорит разными иными языками, который не исполняет и не живет заповедями Господними. Дарных языков, и про них написано, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, чем больше молишь языками, тем больше душа просит от Бога. Но говорение на языках не дает человеку спасения. Я твердо говорю, говорение на языках ведет к самоназиданию. Это один из даров Святого Духа. Это написано в 1 Коринфянам 12 стихе. 12 главе. А в 14 главе говорится о том, чтобы апостол Павел говорил, желаю, чтобы все вы говорили языками, но если будете говорить, это не значит, что Святой Дух действует в вас. И хочу, чтобы мы поняли, что значит принять Иисуса Господом, что значит получить Духа усыновления, что значит Дух силы и любви, Дух мудрости, тела мудрия, что это значит, как сделать, чтобы Господь дал своего Духа и мне. Бог не дал нам Духа боязни. Запомним одно. Мы сейчас помолимся, и мы вместе помолимся, и я уверен, что если здесь есть люди, имеющие страх, могут в конце подойти. Но я уверен, что это молитва. Мы будем просить, чтобы Святой Дух пришел. И чтобы Он пришел по-другому так, как раньше, чтобы Он пришел по-другому в нашу жизнь. Я уверен, что исчезнут все страхи. Слушайте, если мы с верою откроем дверь для Духа Христа, написано, что Святой Дух это Дух Христа. Если мы откроем дверь, наши страхи открывают дверь для лжеца и вора. Но если мы откроем дверь с верою, дверь перед Иисусом Христом, Он когда войдет, тот лжец убежит. в одном месте я прочитал очень интересное написано, очень интересное место перед проповедью, написано после того, как я принял, когда приняли Иисуса, страх всегда пытается, страх будет всегда пытаться вернуться, когда страх придет и снова постучит вам в дверь, отправьте веру открывать дверь. Когда вера откроет дверь, когда страх увидит веру, как страх видит веру, он убегает. Когда дверь постучит и вера твоя скажет кто? Скажет ой, простите, я ошибся. Очень интересно было написано, когда страх постучится отправьте веру открыть дверь. Как освободиться от страха? Призови в твоей жизни присутствие Бога. Давайте встанем на молитву, чтобы в нашу жизнь пришло присутствие Божие. Господь наш Бог ищем твоего присутствия не только здесь, в этом месте. Просим твоего присутствия в наших жизнях, Господь. Мы знаем, что Слово Божие говорит, чтобы мы не оскорбляли Святого Духа Божия. Мы знаем, что страхами одержимы мирские люди, но, к сожалению, страхи бывают в жизни верующих, Господь. Мы знаем, что страх приходит, когда мы оскорбляем Святого Духа, когда жизнь, в которой мы живем, которая нравится нам, но не нравится Тебе, Господь. Наши принципы, которые устраивают нас, но не устраивают и неприемлемы для Тебя, Господь. Страхи посещают нас, беспокойство посещают. Господь, Господь, я чувствую, что здесь есть люди, которые имеют страхи из своего прошлого, которые жили тяжелой жизнью и думают, что их детей ждет то же самое судьба, которые боятся проклятия, родового проклятия, которые ужасаются. Господь, Господь, я чувствую, что здесь есть люди, которые боятся лукавого. Господь, Ты избавляешь от всех страхов. Тот, кто уповает на Тебя, не побоится ни сатаны, тот, кто уповает на Тебя, имеющий веру, знает, что если это родовое проклятие, если в их род радуясь, женщины имели эту проблему, но Твое слово говорит, что им Иисусом проклятие уходит и благословение Христа, и приходит благословение Христа, благословение обветованное Аврааму приходит в твою жизнь и страх, и пусть разрушатся все проклятия во имя Иисуса Христа, любой страх от лукавого Его имени, Его злых дел, пусть разрушатся в войне Иисуса Христа, потому что лукавый наш враг, который больше не имеет власти над нами. Мы вышли из царства тьмы, и Он не может ничего сделать в наших жизнях, и даже если Он сможет что-то сделать, то только столько, сколько Ты позволишь. Мы видим все из этого, из истории Иова, когда каждый раз лукавый просил разрешения, чтобы навредить Иову. И мы, Господь, наш Бог, должны обращаться и вопиять к Тебе. В народе есть заблуждение, что Бог добрый, что Бог добрый, и надо решить проблемы с лукавым. С Ним лукавым надо найти общий язык. О Господь, я прошу Тебя, удали это заблуждение из людей. Бог добрый, и это правда, и истина, и истина, что лукавый побежден на Голговском кресте, и истина, что лукавый побежденный враг, и правда, что он может пугать своим рычанием, потому что, как написано, ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. Истина, то слово, которое говорит, противостаньте ему, и он убежит от вас. Господь, я знаю, что если в нас есть вера, и Твой Дух в нас, самый большой страх будет у лукавого, потому что он боится верующих, у которых есть Твой Дух, в ком есть Святой Дух Божий. Он хочет нас устрашить, но Ты избавляющий Господь Бог, отправь своего Духа. Я знаю, что Твой Дух получает все те, кто просят, искренним сердцем, прошу, и мы все просим Твоего Святого Духа, Духа усыновления, Духа силы, Духа любви и целомудрия. Просим Духа Божия, Господь. Господь, мы знаем, что Ты даешь, но прошу большего для Твоего народа, что в Твоих домах, в своих домах в течение недели имели боязнь и страх Божий, боялись совершать грех, потому что мы потому что оскорбляем Святого Духа этим, Господь. Господь, пусть будет так, чтобы Твой Святой Дух был всегда с нами в наших делах, в наших жизнях, в наших отношениях в семье, в наших отношениях друг к другу, нашему отношению к Твоим заповедям, в Церкви, в служении Церкви, во время поддержки другим, во время помощи другим, во всем, чтобы жизнь была наполнена Святым Духом. Пошли на крещение, благословенный Господь Бог. Мы нуждаемся в Тебе. Освободи нас от всех страхов и боязни. Аминь.